Играет музыка 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 немцы, корейцы и сингапурцы. Вот такие международные группы, да еще и собственной внутренней динамикой. Таким образом, видов сотрудничества много, и мой список наверняка нужно было бы продолжать. Я же предлагаю сосредоточить внимание на партнерских отношениях в рамках служения по основанию церквей, в особенности на тех случаях, когда некая зарубежная церковь, американская или европейская, изъявляет желание помочь христианам в другой стране организовать общину. Такой вид партнерства мы называем прямым, когда сотрудничают непосредственно общины. И так повторюсь, представьте себе, что какая-то церковь предлагает миссионерам из другой страны помощь в основании новой общины. Что же необходимо знать и учитывать, чтобы это предприятие состоялось? Ведь подобные проекты стали довольно распространенной практикой. Во-первых, следует сказать, что такое сотрудничество – дело сложное, уже потому, что осуществляют его представители разных культур, и у каждой из сторон свои ожидания. Итак, разные культуры, разные ожидания, разные ресурсы. У зарубежной церкви, как правило, больше. Разные языки и, вполне возможно, разные цели. У вас может быть одно представление о создаваемой общине, а у вашей партнерской церкви совсем другое. Следующая ответственность, о нем уже говорили. Насколько строгой является подотчетность? Требуется ли согласие по всем пунктам принимаемых решений, в том числе и в отношении расходования средств? Планирование. В некоторых культурах планы относятся довольно гибко. Да, мы что-то планируем, но это, скорее всего, желаемое на текущий момент. Если на следующей неделе обстоятельства изменятся, можно подкорректировать и планы. Надо отталкиваться от реальных условий. В других культурах, напротив, планы более строгие, более определенные. И реализовать их надо во что бы то ни стало, даже если ситуация изменилась и намеченная уже не столь актуальна. Таким образом, к планированию люди тоже подходят по-разному. Равно как и к принятию решений. Кому принадлежит эта прерогатива, только одной из партнерских церквей? Тогда каким образом происходит обсуждение планов? Следующий пункт — доверие. Действительно ли партнеры друг другу доверяют? Или определенный элемент недоверия все-таки есть? Как бы они не предприняли чего-нибудь нежелательного? Гостеприимство. А также его культурно обусловленное понимание. В некоторых странах гостеприимство — высочайшее добродетель. Принять гостя со всеми почестями, предложить ему все самое лучшее — это не просто обычаи, а законы, даже если сам хозяин живет довольно скромно. Но такое отношение существует не везде. Идем дальше. Перемены. Неожиданные. Как мы способны адаптироваться к этим переменам? Отсутствие опыта. Для нас это первый опыт подобного сотрудничества. Как же поступить? Финансы. Как ими распорядиться? Максимально эффективно. Какой должна быть финансовая отчетность? Богословие. И многое-многое другое, что потенциально может стать почвой для конфликтов и недопонимания между партнерами. Итак, богословие. В одной церкви чему-то подходит крайне строго, в другой допускает в этом вопросе определенную свободу. Это может касаться одежды, манер поведения или, например, программ, которые для кого-то окажутся весьма неожиданными. Вопросы полномочий и власти. Кому они принадлежат? Кто принимает окончательные решения? Традиции. В отдельных культурах они имеют высокую значимость. Их принято всячески поддерживать и соблюдать. Тогда как в других странах поощряются творчество и инновации. Придумайте что-нибудь новое, самобытное, свое. Меняйте привычный уклад. Все это необходимо оговаривать. Понимание дружбы, верности, конфликта, риска, веселья, в конце концов. Особенно это касается американцев. Они любят, чтобы все было весело и интересно. Если сотрудничество не приносит радости, то что это за сотрудничество? Итак, партнерские отношения – вещь сложная. Вступать в них следует с четким осознанием потенциального риска конфликтов и взаимонепонимания. Впрочем, это отнюдь не значит, что ничего хорошего ждать не стоит. Несмотря ни на что, позитивные моменты тоже есть. Просто они напрямую зависят от вашей способности учитывать культурные различия. Недооценивать их нельзя. Как раз на перемене мы обсуждали ключевую роль в международном сотрудничестве бикультурного посредника. Это человек, который обладает знанием обеих культур и занимает в данном совместном проекте некое нейтральное положение. Иначе говоря, они являются представителем ни одной из взаимодействующих сторон. Только такой человек способен помочь в преодолении культурных барьеров. Ведь на самом деле большинство конфликтов возникает именно по причине недопонимания. Так вот, посредник может объяснить иностранцам особенности менталитета, скажем, русского человека. Вот так они мыслят, так воспринимают ситуацию, так они обычно поступают. Причем он способен не только понять причину недопонимания, но и донести ее суть до зарубежных партнеров. И наоборот, если что-то начинает смущать русских, ему предстоит разъяснить им некоторые реалии американской культуры, и тем самым предотвратить углубление конфликта. Итак, если такой человек у вас есть, это огромный плюс. Если нет, избежать коммуникативных провалов и неудач будет очень и очень трудно. Правильное и эффективное сотрудничество должно быть основано на взаимном доверии. Более обеспеченный партнер нередко склонен к завышенной самооценке. Я лучше, я умнее, я больше знаю и лучше знаю, как поступить и что делать. И это далеко не лучшая исходная посылка. Это далеко не самое лучшее начало. Большая или меньшая обеспеченность партнеров никак не должна влиять на их взаимное уважение. Каждой стороне есть, что привнести в общее дело, поэтому каждая сторона заслуживает внимания и признания. Одни могут располагать большими материальными ресурсами, а другие — человеческими, дарами и талантами, не менее необходимыми для осуществления проекта. Эффективное сотрудничество начинается с четкого определения и разъяснения обеими сторонами самого термина «сотрудничество» или «партнерство». В разных языках он может иметь специфическое смысловое наполнение. Я, как американец, вкладываю в него одно, а понять его могут совсем по-другому. Так называемые языковые эквиваленты порой отражают разное содержание, и с этим в своем служении мы сталкивались неоднократно. Партнерство — это, в первую очередь, деловые отношения. Видите ли, предприниматели становятся партнерами, как правило, с одной целью, с целью увеличения прибыли. Согласны? Они работают над проектом, подчеркну, деловым проектом. У нас есть цель — увеличить объем продаж или повысить показатели в принципе в зависимости от характера деятельности. И для этого мы объединили усилия. И как только цель достигнута, сотрудничество нередко прекращается. Что вполне понятно, ведь для этого оно и создавалось. Хорошо это или плохо, но зачастую американцы и европейцы видят партнерство именно в таком ракурсе. В ракурсе реализации поставлены цели. Поэтому предложение звучит примерно так. Я представитель церкви АБВ, и мы хотели бы оказать вам содействие в основании новой общины. В течение пяти лет мы обязуемся помогать вам в этом и в этом. Надеемся, что при стечении данного срока наш совместный проект будет осуществлен, задача выполнена и сотрудничество завершено. Таков деловой подход. Ставятся общие цели, определяется характер участия каждой из сторон, а потом намеченные шаги планомерно реализуются, пока не будет достигнут желаемый результат. На этом один проект завершается, и, возможно, начинается другое. Все как в бизнесе. Но существует восприятие партнерских отношений как отношений типа патрон или покровитель-клиент. В этом случае покровитель инициирует проект и руководит им, а клиент реализует выработанные цели и задачи. Партнер и управляющий, и, главное, ответственный. А клиент — исполнитель, то есть своего рода разнорабочий. Совершенно ясно, что никакого равноправия здесь нет. Это скорее симбиоз. Покровителю надо, чтобы кто-то воплощал его идеи, а клиенту, чтобы кто-то эти идеи продумывал и управлял процессом. Но это неравноправие. А теперь представьте, что мы хотели бы сотрудничать. Только я подхожу к этому с позиции равноправного участия и взаимной ответственности, а вы с точки зрения отношений покровитель-клиент. Совершенно разное восприятие, не так ли? В итоге получается примерно следующее. Если чего-то не хватает или что-то не получается, клиент ожидает, что патрон обеспечит его ресурсами, продумает следующий шаг и решит возникшую проблему. Ведь это его сфера ответственности. Потому что если вы решили начать совместный проект, обязательно обсудите долю своего в нем участия и взаимные ожидания. В некоторых культурах мысли так, начал делать, тебе его и завершать. Другими словами, если зарубежная церковь скажет, мы хотим вам помочь, то основатели, люди на местах могут ответить, хорошо, мы будем делать то, что необходимо, но вы проект инициировали, вам и доводите его до конца. Если через пять лет церковь все еще не основана, это ваша забота. Взялись, доводите до конца. Мы всего лишь исполнители. Назвался груздем, полезай в кузов. Такой подход может повлечь за собой немало проблем. Еще один способ восприятия партнерства, как родственного взаимодействия. В коллективистских обществах родственные связи, как близкие, так и дальние, играют огромную роль. А вот для европейцев и американцев семья – это прежде всего родители и дети, иногда бабушки и дедушки. Остальные родственные связи гораздо менее значимы. Чего не скажешь о других культурах, где в семейный круг, помимо близких родственников, входят дяди и тети, двоюродные братья и сестры, бабушки и дедушки, племянники и племянницы и так далее. Как видите, этот круг гораздо шире. И всем, кто в него входит, он в определенной степени служит гарантам защищенности, особенно в том случае, если социальная защищенность человека невелика. Именно семья заменяет ему и страховки, и пособия. И если что-то случается, на помощь приходят в первую очередь не государства, а родственники, которые совокупными усилиями стараются решить проблему. Так вот, некоторые воспринимают партнерские отношения как родственные. Зарубежные общины для них просто дальнеродственники, которые в час нужды и бедствий должны прийти на помощь. Ведь на то они родня. А если не приходят, плохо. Вот и представьте, у кого-то в процессе основания общины возникает нужда. Тогда основатели призывают на помощь своего богатого американского дядю, а тот, в свою очередь, недоумевает. А почему я, собственно, обязан помогать? На каком основании? Что значит, на каком основании? На родственном? Какие тут могут быть письменные соглашения? Что за ерунда? Разве надо прописывать, что дядя обязан помочь оплатить медицинские счета своих племянников? Вы о чем вообще? А дядя как раз о том, чего требует понимать деловых отношений. О письменном соглашении, регламентирующем обязанности сторон. Вот это я вам должен, а это нет. Все по-деловому, не так ли? Но по семейному ли? По родственному ли? Наверное, подросткам бы очень понравилась идея контракта. Мам, вот этого я делать не обязан, а это буду, да? Но в семье все иначе. Семья — это доверие, это взаимная забота. Это если надо жертву с твоей стороны ради близких тебе людей. Так следует воспринимать партнерство? Так воспринимаю его я. Вот такие подводные камни и течения отождают инициаторов совместных проектов. Их надо знать, их надо обсуждать, чтобы потом не исходить из предположений. Скажу сразу, что для американцев сотрудничество — это почти всегда деловой проект. И когда они говорят, что заключают соглашение о сотрудничестве на пять лет, в течение этого времени мы помогаем основывать церковь в Украине, а в этот период в Италии у кого-то это вызывает недоумение. Что? А мы считали вас партнерами. И правильно считали, звучит в ответ. Но наше сотрудничество окончено. Все. Как все? Мы же семья. Вы же не прекращаете отношения с ребенком после того, как он вырос и начал жить отдельно. Вот так ожидания могут принести сердечную боль. А потому прояснять их заблаговременно, причем обеим сторонам, просто необходимо. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Эффективное партнерство предполагает взаимное согласие по поводу форм подотчетности и путей принятия решений. Этот пункт немного перекликается с предыдущим. Мы уже говорили о том, что в разных культурах принято разные способы учета, отчетности, а также разные стратегии принятия решений. Решения, принятые в одностороннем порядке, в партнерских отношениях не приветствуются. Да, бывает так, что обстоятельства резко меняются, и решения приходится принимать безотлагательно. Однако, в каких вопросах должна существовать обоюдная договоренность, а в каких допускаются односторонние решения, надо оговаривать заранее. Эффективные партнерские отношения характеризуются честностью и прозрачностью. Но все не так просто. Например, в некоторых культурах не принято озвучивать какой-либо негатив. У нас проблема звучит невежливо. Проблема может быть, но говорить об этом в слух дурной тонной, особенно партнеру. Тогда это откровенная грубость, практически оскорбление. Но поймет ли это представитель другой культуры? Для него нет жалоб, нет проблем. Так что, учитывая все это, что следует понимать под прозрачностью отношений, чтобы ее достичь, необходимо выработать приемлемые и понятные для обеих сторон способы сообщения о возникающих трудностях. И здесь добрую службу вам также может заслужить посредник, который хорошо ориентируется в обеих культурах и способен предотвратить коммуникативные неудачи. Именно он должен сказать, по-моему, у нас проблема. Какая проблема? Никто ничего не говорит. Правильно. И не скажет, вы же американцы. Но если бы вы слушали ушами китайцев, то непременно уловили бы нотки озабоченности. Поэтому скажу вам вот что. В межкультурном проекте хороший посредник – один из лучших способов обеспечить прозрачность отношений, ведь разрешать трудные ситуации вам непременно придется. Если вы более обеспечены, не стремитесь демонстрировать свое преимущество и снисходительность, но содействуйте развитию своих партнеров, а не формированию у них зависимости. Об этом мы с вами уже говорили. Но, с другой стороны, не позволяйте себе действовать под диктовку более обеспеченного партнера. Храните верность с формированным увидением. Иногда ради этого придется отказаться от столь необходимых ресурсов. Будьте тверды. Умейте твердо заявить о своем намерении и воплотить то, к чему вас призвал Бог, даже в ущерб сотрудничеству. Предлагаем вам несколько полезных источников по данной теме. Во-первых, книга «Кросскультурное сотрудничество» Мэри Ледер-Лайтнер. Прекрасное пособие, которое поможет вам разобраться во всех этих непростых вопросах. И еще одна книга «Когда помощь доставляет боль». Она как раз о том, как оказывать материальную помощь, не доминируя и не углубляя зависимость, а напротив, всячески содействуя развитию стороны, которая эту помощь принимает. Вот эти два пособия, которые, думаю, вам пригодятся. И в заключении, по традиции, ряд вопросов для размышления и практического применения в контексте вашего служения. Как повысить ответственность местных христиан за свое служение, его поддержку и развитие? Как максимально эффективно использовать в этом деле помощь краткосрочных миссионерских групп? Если вы сотрудничаете с какой-либо церковью или организацией, какие вопросы, связанные с этим сотрудничеством, необходимо прояснить? Постарайтесь ответить на эти вопросы с учетом того, о чем мы сегодня говорили. Посмотрите, в какую область служения необходимо внести коррективы. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.